привет друзья и так это свершилось спустя полгода в доте вышел патч и я все задавался вопросом что же можно делать целые полгода насколько крупным должен быть этот патч как оказалось очень крупным по величине изменений почти 28 думаю лишь чуть-чуть уступает патчу 700 в котором напоминаю добавили таланты там вообще все изменили 728 каждому героя добавили фактически пятый скилл имени аганим а еще куча новых предметов и сных предметов ну и конечно же нового героя я обязательно поговорю во всех новинках но по порядку что было качественно в этом первом видео я начну с нового героя как только доделаю это видео приступлю к новым аганимом и фиксом героев так что подписывайтесь чтобы все это не пропустить ну давайте скорее к теме и так новый герой худвинг ну или как и будет называть русском паблике белка герой с очень интересными необычными механиками и необычными статами главный наш вопрос в этом ролике это на какой роли будет играть белка и в чем вообще ее сильные слабые стороны итак начнем со статов белка агильщик агильщик с большой буквы 28 ловкости на первом уровне и прирост в 36 это очень много похожие статы есть у мираны из-за этих статов мирану уже иногда собирают в кора ловкость для кора очень хороший параметр плюс ловкость у нашего героя ранжевая тычка с очень быстрым полетом снаряда как у снайпера для города тоже всегда плюс помимо кучи ловкостью белки миллион интеллекта прирост почти тройка что большая редкость не глинтовиков другими словами с манны проблем не будет а вот силой проблема рост всего 18 то есть худвинг это типичный ранжевик много урона мало выживаемости играть придется все время в хорошей позиции ведь любой фокус и любой стан будет равносилен смерти в общем аналог снайпера или дровки помогать выживать герою будет куча мукспида 320 на первом уровне это почти как у котла или пугны и плюс ко всему солидный армор для ранжевика который еще от ловкости будет сильно апаться на этом менте даже несмотря на скилы я бы уже хотел сказать что все наконец-то вышел новый керри герой белка будет керри но не все так просто есть одна строчка которая ставит под большие сомнения всю эту теорию и строчка это вот здесь база во время атаки 20 не буду углубляться в тему просто скажу что чем больше это число тем хуже и 20 это очень много при большом показателе ваш герой будет очень медленно бить и получать очень мало пользы сайт умов на скорость атаки нормальный корр не может позволить себе иметь базовое время атаки 2 и 0 его просто перебьет любой другой герой на редклике даже не задумывается и пока что это серьезная проблема похожая базовое время так есть у дума или у тринта и сами понимаете дорога в керри им закрыта ну не отчаиваемся все еще может поменяться скиллами кстати у белки есть еще один минус она будет в постоянном бане ближайший месяц и на это время вы можете смело отлучиться от доты им пробовать perfect world perfect world это одна из самых популярных мрпг который уже больше 12 лет я сам еще лет 8 назад не играл довольно много и теперь могу смело и вам порекомендовать за годы своего существования игра конечно же не стояла на месте улучшалась графика появлялись новые классы открывались новые главы сюжета и новые локации так к примеру недавно вышло обновление за облачные божества в котором игрокам дали возможность превращаться в могущественных божеств и обрушивать свой мощно врагов вместе с этим появилась постоянно меняющаяся подземелья гробница шепотов каждый проход которого будет уникален стала доступна имперская битва пвп ивент в котором могут участвовать все даже если у вас проблемы с экипировкой а еще новая столица ледяной город и модный каталог для любителей собирать косметические вещи в общем сейчас отличное время чтобы пробовать для себя perfect world игра полностью бесплатно и скачать ее можно по ссылке в описании но давайте вернемся к теме перейдем с кла все скиллы у белки сложные ими нужно попадать они имеют кучу разных взаимодействий первый скил желудь очень похож на каски вич доктора герой стреляет в цель носит урон с руки и очень сильно замедляет противника при этом выстрел происходит именно с руки то есть рэнджа атаки влияет сам скилл и добавляет но и дефолтный рэндж таки тоже с действием формуле тут похожая механика как у второго скилла фея герой бьет своей обычной тычкой затем после первого попадания выстрел отскакивает на другие цели и будет давать тот же эффект то есть урон с руки и сильное замедление на короткий промежуток если нажать желудь на землю то герой тоже выстрелит и на месте вырастет дерево а потом снаряд вскочит деревья нужны будут для других скиллов и так что можно сказать про желудь именно эта механика заставляет меня верить в то что наша белка будет керри желудь работает не только как каски доктора но и как фисты эмбера ведь фактически вы с рэнджи даете кучу тычек с руки неважно сколько у вас скорости атаки модификаторы прокают и урон наносится условно купив молнии вы будете иметь кучу фарма кинуть один желудь и пачка умерла купив скади вы будете замедлять а с дизолятором снижать армор и при этом всем еще желудь увеличивает урон с руки то есть он будет апаться критами прям все как у эмбера только бэф не будет работать но бэф тэмбер сейчас никто не собирает в общем механика хорошо вписывается в core концепцию кучу урона в драке который можно носить просто нажав одну кнопку и не рискуя собой просто замедление чтобы вас не убегали и вы смогли дать лишние пару тычек и отличный потенциал для фарма core без этого никак а еще выстрел проходит сквозь бкб этот тоже сильно но и на саппорте этот скилл будет также полезен как каски только замедление вместо стана идем дальше связка скилл похож на сетку мипа вы выбираете а у ее область и кидайте в нее связку если в области будут героя и дерево то герои привяжутся к дереву они получат стан и кучу урона и потеряют вижен от лица противника это выглядит вот так то есть полная темнота при этом привязываются все герои не только один стояло пять героев к дереву привяжутся все пятеро скилл просто имба запомните мои слова именно его будет резать первую очередь во первых он наносит кучу урона 360 это много намного больше чем обычные скиллы во вторых он кидается просто с больного радиуса это полный кран в третьих помните про дерево с первого скилла враг даже в лесу не должен находиться вы можете просто посреди карты выстрелить деревом и привязать ему противника а под замедлением с первого скилла он даже от вас не отмансит в общем это очень сильно представьте что есть в игре стан венге который кидается с маленького ренджа и действует только на одного противника а есть вот это монстр белка которая станет через всю карту и всю команду это нечестно а еще этим фармить можно ведь скилл дамажит крипов для саппорта это была бы незаменимая механика герой четверка который просто бегает по карте и станет всех подряд с огромной ринжи так точно белки будут играть идем дальше третий скилл пассивка напоминает пассивку тринта и мартретки а еще в арке ну все порядку и так вы получаете миссы как фантомка только поменьше 32 процента и только если рядом с вами есть деревья напоминаю деревья вы можете сами себе сажать первым скиллом помимо этого вы можете нажать пассивку и ускориться сильно ускориться на 40 процентов с одним ботинком это будет почти хоста прям как виндрану в арке плюс во время ускорения вы можете проходить сквозь деревья у скилла 2 заряда то есть вы можете получить хасту и эскейп на 8 секунд этот скилл это то за счет чего белка будет выживать со своим крошечным хп то за счет чего вы будете гореть из этого героя нажать скилл можно когда угодно не только рядом с деревьями и получается это в виндран нажали подбежали к деревьям получили миссы и просто убежали сквозь деревья на другую часть карты все подходит как для эскейпов так и для ганков через чудо скилл она же связка в общем белка будет то еще занозой бегает по кустам ее не поймать все время станет вас и кидают желуди которые дамажит много и замедляют еще и куча раз отскакивают если вы не везучий ну и осталось ульта ульта это поваршот в арке очень сильный поваршот запомните этот скилл тоже будет нерфить и так что происходит вы нажимаете ульту герои встают на одном месте и начинают заряжать снаряд снаряд заряжается 3 секунды это примерно длительность там со 2 скилла при этом вы стоите на месте 5 секунд можете выстрелить когда угодно хоть сразу хоть на пятой секунде главное что через три секунды снаряд набирает максимальную силу с максимальной силой снаряд наносит 1400 урона замедляет на 6 секунд и вешает эффект брейк то есть отключает пассивки если выстрелить не на полную то будет меньше урона и меньше и клину из дебафов после выстрела вас откидывает назад то есть вы не сможете нажать от скилл посреди боя вас выкинет с рейджи атаки и так что мы имеем очень сильный нюк который дамажит просто космическую цифру но его нужно зарядить им нужно попасть еще вас откинет проблема в том что все это можно сделать с огромной ринжи просто подстанца 2 скила прибежали по деревьям кинули стан зарядили снаряд и вот вас 600 урона уже на шестом левеле это как палец лиона при этом палец лиона клубами со 2 минуты а тут кулдаун 45 секунд механика балансная но цифры нет слишком маленький кулдаун и слишком много урона на ранних левелах поэтому это будет фиксить и так подведем итоги по скиллам куча нюков первый скил дамажит сильно ведь увеличивает урон с руки второй скил дамажит сильно ульта дамажит очень сильно все это требует маны но у вас куча просто интеллекта так что не проблема скиллы мерзкие противные один замедляет 2 станет третий просто убивает все это кидается из деревьев с миссами и куча муспида и такая смесь в эрке и эмбера и так главный вопрос на какой позиции будет герой из очевидного это четверка стопроцентная четверка бегает по карте гангает станом имеет кучу урона со скиллов измене очевидного кор но не керри для керри белки не хватает прямого урона с руки есть желудь но если его пережить то вы никого не убьете атак спит очень зарезан ульта для керри бесполезно этот герой может быть кором но скорее всего мидером опять же наподобие эмбера для ланинга в миде скиллов не так много желудем не поспамишь урона вначале мало вторым словам тоже не поспамишь ведь нужны деревья зато с 6 уровня вы можете убить всю карту и у вас есть потенциал предметов взять пику взять молнии фармить всю карту первым скиллом и это может сработать таланты тоже намекают что у героя здесь специализации вот тут в аппете стан получаете инвиз пассивки аппете ультимейт и ультимейт носит чистый урон идеально для саппорта а вот тут у вас больше ловкости хп атаки снижают армор и что самое главное два заряда на желуди как на фистах эмбера так что думаю у нас новая четверка который будет пикаться еще и в мид на четверке раскачка будет выглядеть примерно вот так на мидере больше слонов первый скилл предметы предсказывать я не решусь особенно учитывая что добавили кучу новых предметов и переработали старые в любом случае на коре я пробовал бы собирать пт молнии чтобы фармить пику для ринджа из первого скилла и всякие модификаторы ска декриты может быть дизолятор ранний все это может сработать но пока что это просто первый взгляд когда пройдет пару дней люди поиграют на мелкие я сам пробую героя я обязательно выпущу нормальный гайд с точными действиями по игре а пока что это было бы некачественно что же для начального обзора думаю хватит я побежал делать другие обзоры на предметы героев и аганима а вы не забудьте подписаться что все это не пропустить и оценить этот ролик лайком большое спасибо за просмотр и до скорой встречи